Вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к ковру в поединке – это цель любого спортсмена. Если силы равны, побеждает тот, кто набрал больше баллов. Их выставляют за удачные приемы и захваты. Эта встреча тульского и тамбовского борцов стала одной из самых зрелищных на международном турнире на приз олимпийского чемпиона Шамиля Хисамуддинова. Судьи не сошлись во мнениях. В итоге видеозапись боя отсматривал главный арбитр. Туляк Александр Тиняков этой передышкой воспользовался и во втором периоде прижал соперника к ковру. Надо было много сил отдать. Но еще судя пока что я отдышался. Потом собрался чувство и все-таки положил его. Что такое вертушка, накат, кочерга Александр Тиняков выучил еще в 6 лет. Большую часть жизни юноша занимается греко-римской борьбой. Поэтому знает название всех приемов. Тренируется 6 дней в неделю. Такая же подготовка и у других 230 спортсменов. Москва, Нижний Новгород, Узбекистан, Республика Татарстан и Удмуртия. Турнир на призы олимпийского чемпиона традиционно собирает лучших борцов. Тульский край славится спортивными достижениями наших земляков, которые добиваются выдающихся результатов во многих дисциплинах. И турнир на приз олимпийского чемпиона Шамиля Хисамуддинова стал для нашего региона доброй традицией. Сам Шамиль Хисамуддинов в зале – почетный гость. Он родился в Узловой. Греко-римской борьбой стал заниматься уже в Туле. Сначала борцу покорились и российские вершины, затем – международные. На победной для себя Олимпиаде в Мюнхене Хисамуддина выиграл в чистом туше 4 схватки из 6. Международные состязания на призы прославленного олимпийца проходят в Туле в четвертый раз. Тульские борцы выступали практически во всех весовых категориях. Александр Тиняков в финал не прошел, занял 5 место в личном зачете. В общекомандном Тулики набрали 54 балла и вышли на первое место. Второе и третье разделили борцы из столицы и Московской области. Галина Гуркина, Вадим Роженков, Первый Тульский.